Дорогие телезрители программы «До 17 и старше», я хочу вам пожелать счастья, здоровья, исполнения всех ваших желаний, чтобы в вашем доме царила любовь, теплота и уют. Ваша Настя Гдонова. Всем привет! Меня зовут Ника Верри, и мы находимся на концерте «Новая песня года». Друзья, поздравляем вас с Новым Годом! Улыбок вам, радости, счастья, хорошей музыки. Сегодня вы встретитесь со своими любимыми артистами. Не переключайтесь, будет интересно. Поздравляю всех с Новым Годом! Новым Годом! А у вас есть, может быть, какая-нибудь семейная традиция на каждый Новый год? Нет, все классически. Всегда надеюсь выпить бокал шампанского, оливье, святка под шубой и, собственно, и выступать. Когда в бой курантов ты загадываешь желание, и у меня есть такая возможность выйти во двор, в снег, в живой елке. Вот это, наверное, традиция. Ну, потому что я живу за городом. Ну, скорее всего, это загадывать желание и бросать его в бокальчик. Традиции семьи есть мандарины, оливье готовить, селедка под шубой. Вот это все. И, конечно же, собираться всей семьей вместе за одним столом. А у тебя, может быть, есть какие-нибудь семейные традиции, где вы празднуете Новый год? Семейные традиции. Единственная моя семейная традиция – это отмечать этот замечательный волшебный праздник семьей. Но эта традиция обломалась, когда я стал артистом, поэтому я работаю. А где ты будешь праздновать Новый год? На концерте. Если честно, я еще не приняла решение. Это первый Новый год в кругу полноценной классной семьи. У меня родился ребенок в этом году. Это будет его первая новогодняя ночь. И, конечно же, я хочу создать такую классную атмосферу, чтобы было нарядно, красиво. И, естественно, подарки, елка – это все должно быть. А где вы будете праздновать Новый год? На сцене. И в кругу семьи приедут все бабушки и дедушки, приедут мамы и папы. И в кругу семьи мы отметим Новый год, а через несколько дней полетим отдыхать на море. Не знаю пока еще, либо дома, либо на даче с моими детьми. Я буду на гастролях работать, и пока для меня это самый лучший вариант. Это здорово, я бы тоже, но чего-то в этом году как-то не захотелось. Не стоит, может быть. Как-то я подустала за этот год, хочется немножко отдохнуть. Мы елку не поставили, но повесили гирлянды. Мои сестры это сделали. Ставим елку, кладем туда подарки под елку. У меня такая огромная ответственность. Вы представьте, у меня человек 8 в семье, и я должна каждому купить подарки. Это у нас целый ритуал для этого. Мы всей семьей достанем все... Ну, во-первых, я достану, соберу елку, достанем игрушки, гирлянды, будем наряжать. Что вы больше любите, дарить или получать подарки? Я люблю больше получать подарки, честно скажу. Я люблю больше дарить подарки. Ну, я думаю, что все очень благородно всегда отвечают дарить, но я люблю получать. Я очень люблю получать, дарить мне подарки, я всегда открыта. У меня столько много подарков за всю мою творческую деятельность, что можно уже открывать, в принципе, музей, как у поля чудес. Как вы считаете, успех это везение или работа над собой? Я думаю, всегда сочетание факторов. Не бывает одного только пункта в этом смысле. Успех это работа. Без работы не бывает успеха. Успех это упорный труд, это трудолюбие, это означает любить то, чем ты занимаешься. Есть ли секрет хита? Вот если у тебя во время записи и написания песни поет душа и сердце, вот значит другая душа и сердце запоет. И вот если будет много душ и сердец петь твою песню, это и есть секрет хита. Есть какая-нибудь новогодняя песня, без которой ни один Новый год не обойдется? Конечно, замела-забьюжила, замела, Гаврилина. А планируешь выпускать еще новогодние песни? Слушай, честно, пока не думала об этом, но все, может быть. Что говорите во мне, у меня есть новогодняя песня, которую я и слушаю, и пою каждый год, и никогда не устану ее петь. Это песня Вити Резникова «Новогодняя». Вот она так и называется. Она вот просто, ну настолько она легла на душу, ну собственно, как все песни Вити, которые он писал для меня. Моя лично в лесу родилась елочка. В лесу она росла. А у меня песня «Ой, Наташа», «Газана» и «Наташа Королевой». Да, кстати. Есть ваши любимые новогодние песни, которые вы каждый год слушаете? Моя собственная. И та, которая выйдет 8 декабря. Обязательно послушайте мою новую песню. Во-первых, если мы говорим про российский шоу-бизнес, то это дискотека «Авария», песня «Новогодняя». Во-вторых, кто поет? Last Christmas. Джордж Майкл. Джордж Майкл. Джордж Майкл. Ну, Абба, Happy New Year, конечно же. Алсу, Зимний сон. Тоже очень новогодняя, зимняя песня. Новогодняя самая песня какая у нас? Самая новогодняя. Пусть будет мне обойка «Снежинка». И мне кажется, не хватает нам еще каких-то новогодних, хороших, новых песен. У нас, по-моему, новогодних альбомов нет таких вот грандиозных, больших, чтобы там и хиты были, и чтобы она... Вот так же, как вот американские альбомы, которые прямо вот слушают, слушают люди в запоймах. А нам нужен свой, отечественный такой альбом. Поэтому есть у нас повод для дальнейшего совместного творчества. Да, да, конечно, обязательно. Мы что-нибудь с тобой придумываем обязательно. Спасибо. Я считаю, что надо новогодские отмечать не так у телевизора, а все-таки в общении. Вот, друзья, давайте отрываться. Пусть телевизор по нам будет. TVM Channel. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Это Артем Качер. Пусть все ваши мечты сбудутся. С вами была программа «До 17 и старше». И с вами была я, Ника Берри. Надеюсь, вам понравился наш выпуск. До новых встреч. Дорогие телезрители телеканала TVM Channel, от всей души поздравляю вас с Новым Годом. Желаю вам здоровья, крепкого, счастья, благополучия. Желаю нам всем мира над головой. Потому что не будет мира, не будет веселья, не будет праздника. Поэтому я хочу, чтобы в нашей жизни был мир, покой, хорошее настроение. И для того, чтобы было желание творить. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Ларионова Ирина. И рубрика «Это интересно». С Новым Годом! Вот он и наступил. Он пришел в наши семьи, в наши дома. И сегодня в нашей программе мы расскажем, как Новый Год отмечают народы мира и народы нашей страны. Такого вы точно нигде не услышите. С Новым Годом, дорогие телезрители! Вот он и приходит в наши дома. Сегодня в нашей программе мы расскажем вам, как отмечают Новый Год народы мира и народы нашей страны. Во многих странах Новый год отмечают два раза традиционно с 31 декабря на 1 января и еще в национальном стиле. Например, в Татарстане принято в этот день отмечать Новый год генеральной уборкой дома, угощением для гостей. И в гости приходит Дед Мороз и Снегурочка. А Деда Мороза со Снегурочкой в этих краях вызывают Кыш-Бабай и Кар-Козы. И всегда у многих народов Новый год связан с культом огня, древним языческим обрядом. Разжигают костры, иногда много костров, водят вокруг них хороводы и прыгают через костер, чтобы набраться силы и энергии огня на целый год и очистить себя от негативной энергии, избавиться от неприятностей и болезней. В мусульманских традициях Новый год приходит в конце марта, и этот праздник называется Навруз. И опять горят костры, готовят угощения, и Новый год наступает весной. В Якутии Новый год называется Исах, а у бурят Новый год отмечают тоже два раза – 1 января и в конце февраля. И Новый год в Бурятии называется Сааган-Сар – Белый месяц. Перед Новым годом плотно закрывается дом в дверь, чтобы никакие неприятности не вошли в дом, а перед домом станется веник и прозрачный чистый кристаллик льда. Для того, чтобы помыслы были чисты и гости входили в дом с чистыми намерениями. Особенно внимание должна уделить незамужняя девушка уборке в доме, потому что если останется где-то беспорядок, это означает, что к ней посватается некрасивый жених. Зимние праздники у карелов называются Сюн-Дума. И они очень похожи на святочные гуляния на Руси, когда по деревням ходят ряженые, поют песни, прославляют добрые дела. И очень важен обильный стол для угощения гостей, поскольку считается, что если угощения во время праздника будут достаточно сытными, обильными, то и хозяина ждет благополучный год. Сейчас в современном мире, конечно же, Снегурочка с Дедом Морозом или Санта-Клаус, который является отдаленным откликом святого крестьянского, святого Николая, отдаленным образом этого героя в европейских странах, ждет каждая семья. И Дед Мороз Снегурочка – символ счастья, приходящей радости в дом и, конечно, надежды на счастливое будущее. Резиденция российского Деда Мороза – Великий Устюг. Но у нас в Москве есть резиденция Деда Мороза, к нему можно прийти в гости, и эта резиденция находится в Кузьминках. И детей ждут и угощения, и катания на коньках, и интересная разнообразная программа встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Смотрите выпуск до конца, будет интересно. Конечно, европейская традиция встречи Нового года не так великолепна, как Рождество. И в Рождество, особенно в рождественский сочельник, во многих европейских странах принято класть в камин полено. Это полено должно тлеть в камине обязательно, причем это полено тлеет несколько дней. А полено обильно поливают медом, кладут на полено явство, угощение, как символ благополучного года. И это полено сейчас, как отдаленный символ, сейчас в виде торта подают на рождественский стол. Пепел от такого полена, которого достали из камина, обычно перетирался и хранился целый год. И этот пепел добавляли в напитки и еду, чтобы лечить все болезни и желать друг другу здоровья на целый год. Конечно, это очень емкая и трудоемкая традиция. И сейчас мы угощаемся тортом поленом, что гораздо приятнее, чем пепел в еде и напитках. В Италии считают, что вступить в Новый год нужно обязательно с новыми вещами. Поэтому темпераментные итальянцы легко избавляются от старых вещей, выкидывая их в окошко. Иногда можно попасть под обстрел, потому что из окна летит даже старая мебель. Будьте осторожны, гуляя по улицам Италии в новогодний вечер. В винных столицах мира, например, в Испании, принято класть на тарелочку гостю в новогоднюю ночь 12 виноградин. Каждая виноградинка соответствует удару часов в новогоднюю ночь. И гость должен успеть съесть 12 виноградин, пока бьют часы. В Швеции подарки детям приносят вовсе не Дед Мороз. И даже не Снегурочка, и даже не Санта-Клаус, а гном, которого зовут Юль Тонтон. Он приходит не один, он приходит с троллями, феями, другими гномами, сказочными героями. И в эту ночь принято бить тарелки о дверь соседа. И чем мельче будут осколки, тем больше будет счастья в новом году. В некоторых городах Шотландии по улицам в новогоднюю ночь катит огромную бочку с дёгтем. Дёгать горит, и таким образом сжигается Старый Год. И улицы города освобождаются от неприятностей и бед уходящего года. Если вас шотландец пригласит в гости, не забудьте захватить из своего камина маленький горящий уголёк. Когда вы придёте в гости, вы кинете этот уголёк в камин хозяина. И тем самым передадите ему тепло своей души и пожелайте удачи. Достаточно прохладно в новогоднюю ночь в домах ирландцев. Поскольку двери дома открыты настежь всю новогоднюю ночь, так ирландцы ждут гостей. Каждый должен зайти в дом прохожий, и это считается большой удачей. Так приносят в дом добро и радость вместе с гостями. Но гость обязательно должен зайти через парадную дверь, а выйти через заднюю, чтобы унёс все неприятности из дома долой. В Германии Новый год, в отличие от Рождества, принято отмечать очень шумно. Чем больше шумят гости и хозяин, тем меньше шансов у злых сил проникнуть в этот дом в Новом году. Нужно шумными песнями и разговорами отпугнуть всё зло от дома подальше. А Дед Мороз и Снегурочка приезжают на ослики. И поэтому дети обязательно ночью ставят на подоконник корзинку с яблоками для дорогих гостей. И в башмачке, в своём башмачке, оставляют сено, чтобы полотенился ослик, который привезёт подарки. Во Франции, как, впрочем, и в других странах, на Новый год пекут большие пироги. А во Франции этот пирог разделяется на несколько частей, и гость непременно должен залезть под стол, чтобы выкрикивать оттуда, кому кусочек из гостей достанется. И в пироге обязательно есть изюминка в виде боба. Тот гость, который получит кусок пирога с бобом, является королём вечера и будет особенно счастлив в наступающем году. Если вас пригласят в гости в Греции на Новый год, обязательно подберите по дороге самый большой и тяжёлый камень, какой только можно донести. Его следует положить на пороги хозяина. Считается, что чем больше и тяжелее камень, тем больше радости и удачи у хозяина будет в этом году. Дорогие телезрители, я хочу вас поздравить с Новым годом. Спасибо, что целый длинный год вы были с нами, радовались вместе с нами, переживали интересные события. Оставайтесь с нами в Новом году. А с вами была Ирина Ларионова. До новых встреч в Новом году. Смотрите передачу «До 17 и старше». Будет интересно. Смотрите передачу «До 17 и старше». Будет интересно. Всем привет, друзья! Передача «До 17 и старше» на вечеринке по случаю премьеры заключительной серии сериала «Трудные подростки». А с вами я, Даша. Смотри до конца, будет интересно. Расскажите, какая сцена в фильме вам далась очень тяжело? Наверное, сцена с мамой. Во втором сезоне сцена с мамой далась тяжело. Почему этот фильм должны посмотреть подростки? Потому что поднимаются очень важные темы, такие как буллинг. Блин, очень много проблем, которые тебе, наверное, еще предстоит узнать. Чем сейчас удивить зрителя? Зрителя сейчас удивить очень сложно по причине того, что очень много сериалов выходит. И удивлять можно только настоящими историями какими-то, понимаешь? Ну, которые в жизни происходят. Какой совет вы получили самый ценный в жизни? Все советы от мамы. Они всегда самые ценные. Ты тоже маму слушай, договорились? Друзья, смотрите передачу до 17 и старше. Какая сцена в фильме вам далась очень тяжело? Ну, мне кажется, таких моментов прям не было, чтобы прям очень тяжело. Со мной работала классная профессиональная команда, которая делала этот сериал уже не первый год. И все было достаточно технологично, структурировано. И мне кажется, что все было хорошо. Я думаю, что первый сезон, когда мы снимали, самые первые сцены. Вот это было сложно, когда ансамбль собрать, коллектив, чтобы мы все почувствовали друг друга. И в итоге все это пахнуло. В общем, это, наверное, было самое сложное. Какой самый важный совет вы получили? Ну, мне кажется, быть настоящим. Не строить ничего из себя и просто быть настоящим, быть собой. Самое главное, чем можно удивить зрителей, это честностью. Когда актеры и зрители чувствуют, когда актеры существуют по-настоящему, по-честному. Когда и режиссер, и сценаристы пишут про истории, в которых зритель может себя узнать. Я думаю, что и у нашего кино уже появляется постепенно вот тот самый почерк, за который все больше и больше все люди начинают его любить. Мне кажется, от фильма, сериала должна идти какая-то трушность. Возможно, это должно происходить на реальных событиях и так далее. Ну, это цепляет. Помимо актерской игры профессиональной. Ну, какой-то вайп трушный должен быть, если подытожить вкратце. Наверное, так. Расскажите о музыке, которая была использована в этом фильме. Вообще, каждый год трудные подростки собирают самую популярную, самую модную музыку для аудитории сериала 16-17 лет. Хотя, наверное, она еще шире. Я хочу пожелать вам большого успеха. И самое главное, чтобы у вас всегда были силы на собственную реализацию. Не бойтесь ничего. Ставьте безумные цели. У вас все получится. Ура! Четвертый, по-моему, и третий сезон я не осмотрел. Поэтому я и хочу посмотрю. Я не знаю, что ждать, потому что я не знаю, чем закончился прошлый. Вот. Но я думаю, что это в любом случае будет очень стилево, круто и интересно. Верить в свои мечты и не бояться своих амбиций. Не бояться того, что то, о чем вы мечтаете, является уникальным. Не бойтесь быть уникальными. Какие ваши различные поступки в этом году? Я записала песню. Она уже вышла. Песня называется «Играешь со мной». Она в стиле инди-рок. Поэтому уже сейчас ее можно послушать на всех цифровых площадках. И в новом году я удивлю своих слушателей новым треком в стиле «Пист», который называется «Посмотри в окно». Почему этот фильм надо обязательно посмотреть подросткам? Ну, я не могу сказать, что обязательно посмотреть. Это желание абсолютно каждого человека. Но подросткам этот фильм нравится. И мы много получаем отзывов в социальных сетях о том, что им нравится этот фильм, что нравится этот сериал. Они себя узнают, сопереживают героям. И самое главное, не совершают такие же ошибки. Очень важно выбирать тот контент, который вы смотрите. Это правда очень важно. Выбирайте хорошее, доброе кино. Честно, мне 35, и я не знаю, чем удивлять молодежь. Потому что, например, в наше время можно было нас многому чему удивить. Но мне кажется, молодежь сейчас ничему не удивить. А вот они нас могут. Пускай все пройдет гладко на самом деле у них. Пускай будут большие просмотры сериала. Пускай людям он понравится еще сильнее, чем предыдущие сезоны. Зачем нужно посмотреть этот фильм? Это не фильм, а сериал. Его нужно смотреть, в первую очередь, я думаю, подросткам, для того, чтобы быть в курсе того, как может быть хорошо, как может быть плохо. Я думаю, здесь можно много чему поучиться, потому что в этом сериале поднимаются очень важные темы. И мы действительно здесь говорим больше о хорошем, о важном, о любви, о доброте. Этот сериал должны и обязаны посмотреть подростки и их родители, потому что это замечательное, поучительное, нравственное и вот это вот все вот причитающиеся слова. Но это просто про нас, про всех с вами. Поэтому приятного просмотра и трудные подростки этот общих, правда. Молодежи, я хочу посоветовать, ну, наверное, осознанности, просто быть осознанными, подходить ко всему с умом, с головой и не париться по пустякам. На самом деле жизнь – это классная штука, если подходить к ней с головой. Наслаждайтесь жизнью, работайте, 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 работайте. Никогда не сдавайтесь, идите к своей мечте. Верьте в себя, не отчаивайтесь. Знайте свою цель, мечтайте. Пусть Новый год будет гораздо лучше, чем предыдущий. И все ваши желания, все ваши мечты, которые вы запланировали, обязательно сбудутся. С Новым годом! Что всем поговорила, все узнала. Обязательно подписывайтесь на канал «До 17 и старше». Не пропускайте новых выпусков. А с вами была я, Даша. Пока-пока! С Новым годом, дорогие зрители TVM Channel! И будьте счастливы! Всем привет! С вами я, Оскар. И передача «До 17 и старше». Оставайтесь с нами и будете в курсе всех советских новостей. Из выпуска вы узнаете, где Ольга Бузова будет праздновать Новый год и что подарит маме. Какой необычный подарок получил Филипп Киркоров? Лолита Милявская и ее подарок от поп-короля эстрады. Как выглядит елка Клавы Коки? Рок-концерт в Кремле с участием Насти Годуновой и Сергея Рутюнова. Вот и первая новость. Смотрите до конца и все узнаете. Ольга Бузова рассказала, где будет праздновать Новый год и что подарит маме. Ольга Бузова сказала, «Если вы посмотрите мои социальные сети, то заметите, что я живу одна. Я сделала маме подарок. Мы с ней в празднике летим отдыхать». Бузова также ответила, что она не накручивала подписчиков в социальных сетях. По словам звезды, она живет по принципу «Быть, а не казаться». В этом году Ольга Бузова впервые удостоилась музыкальной премии «Певица года». Вот как она прокомментировала свою награду. «Я всегда знала, что я номер один. И вот я дождалась своей заслуженной песни года», – заявила исполнительница. Этот год для Ольги Бузовой был очень насыщенный. Она выпустила несколько успешных треков и клипов. А также с ее участием прошли съемки «Звезды в Африке». А также Ольга Бузова посетила Китай, где стала ведущей программы «Сокровища императора». А также у нее прошли три концерта подряд. Останавливаться на достигнутом Ольга не собирается. По ее словам, в 2024-м поклонников ждет немало сюрпризов. А вот и вторая новость. Такого вы точно не слышали. Еще немного, и дом Филиппа Киркорова превратится в музей Аллы Пугачевой. Накануне в столице прошла 11-я церемония вручения народной премии «Звезды дорожного радио», во время которой королю российского шоу-бизнеса вручили необычный подарок – куклу в виде Примадонны. Точная копия народной артистки поразила Киркорова. «Боже, какая красота! Как живая! А ручки, они двигаются!» – сказал удивленный Киркоров. Артист внимательно рассмотрел куклу, которая лежала в красивой коробочке. И согласился, что мастер точно передал сходство с живой Пугачевой. Ну а третья новость вас удивит. Лолите Милявской исполнилось 60 лет. Юблей она отметила 14 ноября. Филипп Киркоров подарил на красной дорожке сумочку дизайнерского бренда. Именно о таком подарке и мечтала звезда. Одна моя знакомая рассказала, что она в Токио пыталась минут 40 стоять за чем-то, и ей не досталось. «Спасибо тебе огромное! Я очки сюда буду класть!» – прокомментировала подарок Лолита. Она добавила, что могла о таком подарке только мечтать. А также рассказала, какие еще подарки и делал Киркоров. Однажды артист подарил ей перчатки разных цветов, которые он привез из Америки. Артистка подчеркнула, что они раньше оба мало зарабатывали, а перчатки стоили около 100 долларов. А что вы больше любите – дарить или получать подарок? А четвертая новость точно поразит всех. Певица Клава Кока в этом году впервые будет встречать Новый год со второй половинкой. Она строит отношения с финалистом шоу «Сердце Клавы». И в начале декабря пара уже украсила квартиру. Певица пока не показала свою елку. Известно лишь, что исполнительница поставила вазу с декоративными еловыми ветками и ветками с белыми шариками. На столе стояла фигурка и новогодняя свечка. Артистка также обзавелась праздничными носками. Наша программа узнала, кто же не будет наряжать елку. Это оказалась Катя Адушкина. Вот как она прокомментировала. У меня нет дома места. И в целом я не бываю дома, особенно в декабре. Поэтому мне бы очень хотелось. Конечно, я думаю, на что бы заменить елку в этом году. Но тем не менее, большую и живую, как обычно это делаю, точно оставить не буду. Думаю, буду искать какие-то альтернативные варианты. Вот и пятая новость. О ней говорят все. Настя Годунова очень много трудилась в этом году. Певица выпустила новую композицию под названием «Играешь со мной». Ее трек понравился даже звездам эстрады. Они поддержали ее своим постом. Так, например, Кэти Тапури разместила трек у себя в социальных сетях. А ссылку на видео разместил Байкали Серкибаев. Настя готовит своим поклонникам сюрприз. Это будет новая песня в стиле «Твист». Певица ищет себя и свой стиль. Она записывает каверы и делится ими на своем ютуб-канале. А в Кремле Настя Годунова приняла участие в рок-концерте, посвященном мировым хитам. Скорбинс и группа «Квин» в дуэте с Сергеем Арутюновым, финалистом шоу «Один в один» и шоу «Голос». В дуэте они исполнили песню «Винт оф Ченг». На этом наш выпуск подошел к концу. А с вами был я, Оскар. С Новым Годом вас! Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех светских новостей.